Сегодня я хочу начать новый выпуск, и я назвал его «Кто такой Иисус?». Мы с вами ответим сегодня на вопрос, существовал ли Иисус. Я немного переформулирую вопрос, который мы будем с вами разбирать. Воскрес ли Иисус из мертвых или нет? То есть, не существовал ли Иисус, а воскрес ли Иисус из мертвых или нет? Я утверждаю, что каждый человек, живущий в Нидерландах, знает ими Иисуса, и каждый имеет свое мнение о Нем. Имя Иисуса известно всем. Имя Его звучит везде, в церквях, из уст верующих, в молитвах, в словах благодарности. Люди исцеляются во имя Иисуса и совершают открытие во имя Его. Имя Иисуса стоит в центре каждой действующей церкви. Но и за пределами церкви, в доме, в семье, на работе, на стройке, звучит имя Иисуса с разными интонациями. Иисус, выражающий удивление и спуг, а также все оттенки значения, от гнева до нетерпения. Или, говоря о чем-то очень вкусном и приятном, восклицают Иисус. Например, после вкусного обеда. Знаем ли мы наверняка, когда нам стоит упоминать имя Иисуса? Думается ли вы, что имя Иисуса так звучало в то время, когда Он ходил по земле? Он был довольно противоречивой личностью, вызывавшей богатый спектр эмоций. Люди упоминали Его имя. О, это снова Иисус. Он сделал вот то и вот это. И до сих пор Его имя звучит повсеместно. Лишь одно это дает нам пищу для размышлений. Существует ли какая-нибудь личность, когда-либо жившая на Земле, которая все еще спустя две тысячи лет остается предметом оживленных дискуссий? О ком еще миллионы людей говорят плохо или хорошо? По прошествии двух тысяч лет только об Иисусе. Поэтому так важно составить собственное представление о Нем. Очевидно, что Его невозможно обойти, невозможно избежать. Он постоянен, и о Нем нужно иметь свое мнение. Давайте почитаем из Библии. Это Евангелие от Марка. «Иисус тоже не промах и мог подбросить дров в огонь». Тут сказано, и пошел Иисус с учениками Своими, в селении Кесарии Филипповой. Дорогой он спрашивал учеников Своих, «За кого почитают меня люди?» Они отвечали, «За Иоанна Крестителя». Другие же — за Илью, а иные — за одного из пророков. Он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» «Что же вы скажете обо мне?» «Кто я для вас?» Петр сказал ему в ответ, «Ты — Христос, Ты — Мессия, Ты — Тот, о Ком говорится в Ветхом Завете, в Библии, начиная с Адама, Тот, Кто когда-то родится, и Кого пошлет нам Господь. Ты — Мессия, Ты — Христос». Простыми словами это означает, что Ты — наш Спаситель, Исцелитель — наш Кормилец. Что же говорят люди о Христе? Я собрал для вас 10 высказываний о том, кто такой Иисус. Первое. Иисус был хорошим человеком. Я думаю, многие с этим согласятся. Иисус был вдохновителем, лидером. Он учил нас общению друг с другом, с другими людьми. Другие же говорят Иисус, но Он совсем не был лидером. Он был лжецом. Он — фикция. Он никогда не существовал вовсе. А третье скажет нам, нет, Он был настоящим пророком. Четвертое добавит, не только пророком, но и Сыном Божьим. Он — мой Спаситель, мой Мессия, Он — Христос. Вы услышали 10 различных мнений об Иисусе. Кто Он такой? Сегодня же я вам задаю этот вопрос. Ответьте на него. Кто для вас Иисус? Что Он означает для вас? Куда вы поместите Его? Так, ну, давайте посмотрим. Иудеи, мусульмане и христиане составляют самую большую часть верующих на всей Земле. Общее у нас у всех то, что мы происходим от Бога Авраама. Я до кови доехал в такси в Англии. Водитель был обратившийся в евангельскую веру. Мусульманин? Интересная комбинация. Но так-то, само по себе. Он и не представлял даже, что я христианин. И к тому же еще и пастор. Он начал разговор. Он спросил меня, веришь ли ты в злых духов, в тех, кто сбивает людей с пути истинного. Я ответил, что верю в их существование. Но больше всего я верю в доброго духа, в Бога. Он мне ответил, я верю в Аллаха, его пророка Мухаммеда. Я ответил, хорошо, а вот я христианин. Кто же такой Иисус? Для тебя лично. Он мне ответил, ну, легко тебе скажу, Иисус — это пророк. Ну, я знал, что он так ответит. Иисус — пророк. Ну, хорошо. Говорят ли пророки правду? Да, пророки говорят правду. Прекрасно, подумал я, но вслух этого не сказал. Я подумал, хорошо, нужно продолжить. Иисус есть пророк. Посмотрим, покопаемся в своем разуме. Он же говорит о себе, что он Сын Божий. Это всегда камень преткновения с мусульманами. Они не верят, что Иисус — Сын Божий. Они верят в одного Бога, в Аллаха. Водитель такси сменил тему разговора, когда мы начали говорить о том, кем же на самом деле был Иисус. Выходя из машины, я сказал ему, если ты веришь, что Иисус — пророк, то прочти еще раз его высказывание. Ведь он говорил правду. Из любопытства я также слушал ортодоксального иудея. Мне было интересно, а что же он думает о нас, о христианах? И кто для него, Иисус? Оказалось, все очень просто. Иисус — не Сын Бога. Это невозможно. Бог всего один. И в этом он очень близок своим братьям-мусульманам. Мессия по Библии должен был прийти и принести мир всему миру. И Иисусу это не удалось. Поэтому мы ждем Мессию. И думаю, что он скоро придет и принесет мир всему миру. Я христианин. Третья религия. Третья ветвь. Я верю в Иисуса, во Христа. Это делает меня христианином. Этим я отличаюсь от иудея и от мусульманина и от любой другой религии. Как только вы поверите в Иисуса Христа, у вас совершенно изменится представление о Боге. О Боге Авраама. Иисус открывает нам совершенно иную перспективу Бога. Так как Он представляет нам Бога Авраама как Отца Человечества, бескорыстно любящего всех Своих детей. Иисус, придя в этот мир, говорит нам «Я есть Бог». Кто видел меня? Тот видел и Отца. Я есть Бог. Я стал человеком, чтобы служиться вам, людям. Безусловная любовь Бога, ставшего человеком, чтобы решать наши проблемы, невероятно прекрасна. Святой Дух не сходит на нас. Чтобы мы были одним целым с Богом. Бог, растворяющийся в нас. Чтобы жить в нас. Это и есть Бог, в Которого мы верим. А веру эту мы получили через Иисуса Христа. Он рассказал нам об этом. Я верю, что Иисус доказал, что Он Сын Божий. Иисус больше, чем пророк. Он принес Себя, как человека, в жертву на кресте, ради всех нас. Он воскрес из мертвых. В новом, божественном теле. Мы еще поговорим об этом попозже. Он не только пророк. Он вседержитель посредством Своего воскрешения из мертвых. Он дал нам понять, что Он навеки сильнее смерти. Иисус же нам показал Своей смертью и воскрешением, что Он исполнил Свою миссию. Если Иисус хороший пророк, то это означает, что какие-то из Его предсказаний мы сможем разгадать. Он нам сказал, что Он скоро вернется. Да, мы уже две тысячи лет Его ожидаем. Но что такое две тысячи лет по сравнению с вечностю? Совершенно ничто. Он сказал нам, я приду и разбужу всех людей. Мы лишь люди, мы не духи. Нам нравится жить в цели. Когда мы умираем, мы уходим из своей целесной оболочки. Но мы не для этого сделаны. Нам это не нравится. Мы сделаны, чтобы жить в этом доме. В конце своего пути человек надеется воскреснуть после смерти. снова получить целесную оболочку, в которой Он сможет жить вечно. На это мы надеемся и верим, потому что мы христиане. Тогда будет и мир во всем мире. То есть, вопрос сейчас не в том, существовал ли Иисус, но в том, действительно ли Иисус воскрес из мертвых. А если он не был воскрешен из мертвых, то ни вы, ни я не воскреснется. Тогда зачем же мы все здесь сегодня собрались? Тогда это все лишь декорации, ложь. Вы просто безумны. Зачем вы ходите в церковь и практикуете свою веру? Вот теперь вы поняли, насколько все серьезно. Я почитаю вам из апостола Павла. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Кто из вас хочет исполнять тщетную миссию? Конечно, никто. Так почему же она тщетна? Молитесь вы? Или же грешите? Ничего не поменяется. Значит, и те, что спят. Кого мы похоронили в вере? Значит, и они потеряны. Значит, и они никогда не воскреснут, не встанут из своих могил. Дальше он говорит, а если мы только ради этого живем, то все же очень хорошо быть христианином и верить в Иисуса. Значит, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во кресте погибли. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Вот ненормальные эти христиане, правда? Так сказано в Библии. Во всем этом нет никакого смысла. В чудесах, сотворенных Иисусом, в Его кресте, Его страдания, если Он не воскрес из мертвых. Евангелие, благая весть, все нам говорит лишь об одном. Мы воскреснем из мертвых. У нас будут новые божественные тела, и мы будем жить вечно на этой полностью обновленной земле. Это и есть наше предназначение. Мы любим жизнь и наслаждаемся ей. Она нам нужна, новая жизнь, в которой мы не умираем и не болеем. Евангелие проникнута надеждой на воскрешение из мертвых. Апостол Павел говорит, если же это все неправда, то давайте же есть, пить и веселиться другими словами. Если Иисус не воскрес из мертвых, то давайте не будем работать, закроем наши церкви и откроем ночные клубы, будем жить одним днем и получать от жизни все, ведь сегодня мы дышим, а завтра нет, значит все закончится. Некоторые люди так живут. Я же очень рад, что верю в жизнь после смерти. Как только мы умрем, мы начнем нашу жизнь заново. Наша жизнь будет полна свободы, в ней не будет строгих религиозных правил, устанавливающих что можно, а что нет. Нам лишь нужно делать разумный выбор для себя, для семьи, для работы и многих других аспектов жизни. Я вам задал вопрос, есть ли правда в тех четырех библейских евангелиях, или же нет. Ну, давайте возьмем несколько несложных рассуждений о том, правдивы ли евангелия, или же нет. На мой взгляд, это очень хороший вопрос. Я приведу вам несколько простых фактов. Евангелие, которое мы с вами знаем, написано спустя 40 лет после смерти Иисуса. Ну, конечно, были написаны и другие евангелия, но гораздо позднее. Евангелия, входящие в Библию, написаны 40 лет после Иисуса. Уже 20 лет прошло после терактов 11 сентября. Я смотрел документальные фильмы об этом, слушал истории людей, потерявших своих родных, находившихся там. Это факты, их не изменишь. Евангелие можно сравнить в наши дни с документальным фильмом. Но есть люди, не верящие, что 11 сентября в Америке произошли теракты. Они утверждают, что это все теория заговора. Некоторые не верят, что люди на Луну летали. Все придумано. Евангелие было написано 40 лет после смерти Иисуса. То есть в то время, когда было написано Евангелие, были живы сотни, да нет, тысячи людей, переживших события в Иерусалиме и Израиль и видели все происходящее собственными глазами. Не существует письменных документов, где сказано, что такие события не происходили. Никто не отрицал, что все это произошло. В Евангелии люди названы по имени и фамилии. Как в наши дни в документальных фильмах. Такой-то и такой-то. Ему вот столько лет он жил там, поехал туда-то и туда-то на поезде, скажем. Послушайте, и заставили проходящего некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. Смотрите, насколько подробно рассказано о человеке. Возьмем письма апостола Павла, которые мы только что цитировали. Он предлагал нам жить и веселиться, если Иисус не воскресал из мертвых. Он написал свои письма самое больше 20 лет после земной жизни Христа. Его письма составляют значительную часть Нового Завета. Вместе с Евангелием теракты 11 сентября были совершены уже 20 лет назад. Павел написал свои письма 40 лет после смерти Христа. Если бы прошло еще больше времени, то люди бы с легкостью могли отрицать происшедшее. Сейчас, например, есть уже те, кто не верит, что был Холокост, несмотря на существование множества документальных подтверждений. В конце концов, если прошло так много времени, то нам приходится составлять свое мнение, опираясь на документальные подтверждения, на письма других людей. И в этом свете Библия весомое доказательство того, что произошло в то время. Возьмем Павла. В своих письмах он описывает, как они потеряли Иуду, предавшего Иисуса, и искали нового апостола. Он говорил, «Ищите того, кто, как и мы, был свидетелем воскрешения Иисуса из мертвых». О Евангелии вы можете говорить бесконечно, но когда речь заходит о воскрешении из мертвых, тогда люди горячатся, ведь это самое сердце веры, воскрешение Иисуса. Павел написал свои письма более двадцати лет после смерти Христа, и что явился Киеве, потом двенадцатый, потом явился более, нежели пятистам братьев одно время. Нас с вами чуть меньше, чем семьсот пятьдесят человек в этом зале. Представьте, что Иисус придет к нам в этот зал, и что вы думаете? Остальные поверят нам, что у нас здесь случилось чудо? Конечно же нет, но есть те пятьсот человек, видевшие все своими глазами, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иаков, также всем апостолам. В его письме черным по белому сказано о случившемся. Если вы с уверенностью все записали, но все ваши утверждения ложно, то вы встретите серьезное сопротивление. Позднее вы можете прочитать об этом в деяниях. Павел призывает людей проверить все факты. И мы с вами сегодня делаем то же самое. Давайте же проверим все факты. Воскресли Иисус из мертвых. Не думайте, что раньше люди были глупыми. Римская империя была прекрасно организована. Это была огромная, хорошо управляемая территория. в наше время мы можем переписываться, критиковать, шутить с нашим премьером, министрами. Но я вам вот что скажу. В то время так делать было нельзя. Даже не стоило пробовать. Если вы хотели жить, люди уважали свое правительство. Если бы Павел говорил с правителями, то он несомненно делал это с уважением. Если бы он не выказывал уважение, то голова бы его моментально слетела с плеч. Он говорит в деяниях «Нет, достопочтенный фест», сказал он, «Я не безумство, но говорю слова истины и здравого смысла». Мы с вами говорим здесь о Римской империи. Правители сидят рядом и рассуждают. Спроси у Агриппы, у короля Агриппы, может ли такое быть, что король не знает о происходящем в его королевстве, особенно о том, как кто-то воскрес из мертвых, совершает чудеса и приводит весь народ в движение. То есть потенциально может подорвать его власть. нет, он следил за всем очень внимательно. Он же говорит Агриппа. Все это произошло в Иерусалиме, не где-то там в пустыне, а в самом центре страны. То есть король знал обо всем наверняка. Нет, Фест, ты не уйдешь отсюда. Иисус не воскрес из мертвых. Спроси об этом у короля Агриппы, ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. Он знает, и поэтому я осмелюсь так открыто и честно говорить с ним. Видите, правители имели власть и могли опровергнуть все сказанное, но они не делали этого, и они названы в Библии по имени, и они говорят нам, что Евангелие, воскрешение Иисуса из мертвых, это полноправный исторический факт, красной нитью проходящий через всю Библию, отсылающий нас к властелинам того времени, правителям и людям, видевшим и пережившим события тех лет. Это также верно, как то, что был Холокост, что 11 сентября самолет врезался в башни Близнецы, и даже лишь тот факт, что вы произносите имя его, веруя или же удивляясь, ругаясь, восторгаясь, или же по любой другой причине, это дает нам знать, что произошло что-то особенное, с этим человеком, Иисусом Христом, Сыном Божьим, в послании Коринфянам Павел говорит нам, но Христос воскрес из мертвых, он первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых, так или иначе, и вас постигнет эта участь, и вы тоже воскреснете из мертвых, несомненно. Вопрос лишь в том, как. Как водами все умирают. Мы можем верить в любые теории, но мы не сможем отрицать смерть. Как водами все умирают, так и во Христе. Все люди оживут. Один человек стал причиной тому, что мы все умираем, а другой человек позаботился о том, что мы все воскреснем. Другой же человек и есть сам Бог в человеческом теле. Как в Адаме. Все умирают, так во Христе. Все оживут. а вы сами, ваша соседка и ваш сосед, сидящий сзади вас. Все мы воскреснем из мертвых для нас, христиан. Это самый чудесный, самый лучший день. В Библии сказано, что мы все удивимся друг другу. «О, это вообще ты? А я и не знал, что ты так хорошо выглядел. Такой подтянутый и крепкий. А чем это ты питался? Воскресенье из мертвых. Поэтому мы с вами называемся христианами. Это наша надежда. Это наше будущее. и поэтому мы здесь так настаиваем на крещении. Ведь это признание того, что мы воскреснем из мертвых. Это самое важное в нашей вере. Это самый первый шаг, который вы делаете, принимая веру. Да, я верю в Иисуса, что Он воскрес из мертвых. Я позволяю похоронить себя под водой. Я воскресаю вместе с Ним, поднимаясь из воды. И это намного больше, чем я сказал. А знаете, принять веру в Библии это погрузиться и воскреснуть, как Иисус Христос. Физические действия влияют на невидимый мир. В Библии сказано, если мы это сделаем, то несмотря на то, что это физическое действие, мы соединимся в невидимом мире. Мы будем отмечены невидимой печатью, что мы принадлежим Ему. Аминь. Иисусу Христу, потому что мы соединились с Ним, погрузившись в воду. То есть каждое крещение это удар по царству тьмы. и еще один огонек в царстве света. Крещение это не просто красивый христианский ритуал. Это духовное событие, при котором происходит изменение в невидимом мире. Вы скажете, я не верю в это. Мы же с вами только что говорили об Иисусе. Он воскрес из мертвых. Мы не видим его, но он с нами и он снова придет в этот мир. Это все тоже невидимый мир. То есть все то, что мы с вами делаем здесь влияет на мир, который мы с вами не можем увидеть. Крещение намного больше, чем просто произнести слова. Я исповедую имя Иисуса. Крещение это первый шаг, который нам указал сам Иисус. Почему же? А все очень просто. Давайте-ка мы подведем итоги. Воскрес ли Иисус из мертвых? Да, Он воскрес. Поэтому мы крестимся. А воскрес ли мы из мертвых? Да. Вы и я мы воскрес с ним из мертвых. Я бы сказал, если сравнить тот день с тем предложением, которое мы получили сегодня утром, то в тот день мы будем так же радостны в предвкушении благостных перемен. Вот это будет настоящий праздник, который вы ни за что не захотите пропустить. Вы можете не посещать фестивали, вечеринки с друзьями, другие мероприятия, но, друзья мои, этот праздник, этот фестиваль еще состоится. Не пропустите его. Мы с вами христиане, мы в здравом уме, мы знаем, что все случится, и у нас с вами есть билеты на эту вечеринку, запишитесь сегодня на крещение, зарегистрируйтесь сегодня как гражданин Царствия Небесного, получите билет на воскрешение из мертвых. Совсем скоро здесь мы проведем обряд крещения. Вам лишь нужно поверить в Иисуса, больше ничего, поверить, что Он воскрес из мертвых, и признать, что вы тоже хотите воскреснуть вместе с Ним, и что вы хотите принять участие в празднике воскрешения. Ну а в заключение, я хочу сказать, что в следующий раз мы поговорим на такую чудесную тему, которая называется Иисус. Это чудо, созданное Отцом Богом нашим, о чудесах всегда интересно слушать, правда, да? Приходите к нам в следующий раз и погрузитесь с нами в тайну Господа нашего Иисуса Христа, чудо, созданного Богом Отцом. На этом я закончил благословение вам.